Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией Кристиан Крок. Норвежский живописец, писатель, один из крупнейших норвежских представителей реализма. Был сыном видного юриста и сам изучал право. Одновременно он получил художественное образование в школе Юхана Эккерсберга и в королевской школе рисунка. Затем Крок поехал в Германию и обучался в Карлсуэ, в Перлине, у Ханса Гудэ и Карла Гурсона. В 1879 году приехал в датский город Скаген, где образовалась художественная колония кандинавских художников. Неоднократно возвращался в Скаген. Два года спустя Крок перебрался во Францию. В этот период большое влияние на Крога оказал Эдуард Мане и Журбастир Лепаш. В 1881 году вернулся в Осло. Тогда же начал преподавать в Государственной Академии Искусства и Художных Ремесел, где одним из его учеников стал молодой Эдвард Мутк. В 1880-х годах стал встречаться с художницей Оде Ларсен. В 1888 году они поженились. Еще за несколько дней до брака у них родилась дочь Наана. Предположительно, она получила имя в честь героини Романа Золя. В 1902-1909 годах Крок жил в Париже и преподавал в Академии Колоросси. С 1907 был главой Союза Норвежских Художников, а с 1909 профессором и директором Академии Художеств в Осло. Творчество крестьяна Крога относится к реализму, хотя в его ранних работах заветно влияние импрессионизма, а в поздних – экспрессионизма. Широкую известность получили его многочисленные жанровые работы, изображавшие скагинских моряков и рыбаков. Одной из визитных карточек художника стала картина «Борьба за существование», на которой изображена раздача бесплатного хлеба беда. С 1890-х годов Крок писал для норвежской газеты. В 1886 году он выпустил роман «Альбертиль», повествующий о натурщице, которая из-за нужды была вынуждена стать проституткой. Роман вызвал буре возмущения в консервативной Норвегии, а сам автор подвергся судебному преследованию по обвинению в вскорблении публичной морали. Публицистика и художественные произведения Крога были переизданы в начале 1120-х годов под общим названием «Борьба за существование». Умер в Осло 16 октября 1925 года в возрасте 72 лет. Ну вот так немного о норвежском живописце и писателе, ведущем норвежском представителе реализма Кристиан Крог. Пока-пока, до свидания, данные по Википедии. Пока-пока, до свидания.